Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы поговорим о, можно сказать, научной сенсации, сотворившейся или сотворенной в стенах Казанского федерального университета. Речь идет о том, что группа ученых КФУ, точнее Института фундаментальной медицины и биологии, совместно с врачами-практиками, с онкологами, обнаружила, что татарские женщины, это важно, татарские женщины, хуже поддаются диагностированию на предмет выявления предрасположенности к раковым заболеваниям, чем представительницы других этносов, в частности, обобщенно, скажем, славянские. И, естественно, первый вопрос отчасти, может быть, дилетантский, который с этим возникает, я его адресую гостям в студии, сейчас я их представлю, это как такое могло случиться, если нам многие-многие годы со школьной скамьи и в университетских, в вузовских аудиториях говорили о том, что за столетие совместного существования, совместного существования, мы тут все перемешались на территории России, и обнаружить какую-то этнически чистую группу, нацию или народность по существу и даже теоретически невозможно. Итак, вопрос, понятно, в чем заключается, а в студии у нас сегодня непосредственно виновники этого открытия или этого торжества, если угодно, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник открытой лаборатории или Open Lab экстремальной биологии, Елена Ильясовна Шагимарданова, и заведующий, правильно, ваше должность, молекулярно-диагностической лабораторией республиканского онкодиспансера Марат Гордеевич Гордеев. Спасибо, что согласились поговорить о животрепещущих проблемах, для вас больше, но я думаю, что это представляет и массовый интерес. Никто не застрахован от болезни, в том числе от очень тяжелых. Итак, я вопрос повторяю. Каким образом получилось так, что, согласно вашим исследованиям, наверное, Елена Ильясовна, с вас начнем, если не возражаете, и потом Марат Гордеевич дополнит. Так есть все-таки этнические чистые татарки? Этнические чистые татарки, наверное, есть, но это не столь важно. Важно, что даже в неветнических чистых сохранился тот генофонд, который пришел к ним издревле, и он немножечко отличается все же от славянского. И есть такая наука, этногеномика, которая изучает все это. Для нас это касается исключительно с точки зрения практики, потому что онкологи пришли к нам с этой проблемой, которую мы пытались совместно решить. То есть вот ваше тестирование, те тесты, которые существуют на определении, как раз выявили эту неожиданную проблему, что вроде бы предрасположенность есть, но обнаружить ее тяжело. Да, начнем с предыстории, потому что гены, которые значительно увеличивают риски возникновения онкологии, в частности рака малой чашлезы и рака яичников, они изучены давно на Западе, давно внедрены в практику. И мало того, эти гены достаточно активно внедрены в клиническую практику в крупных городах Москве и Питере, то есть в европейской части. Но оказалось, не все так просто с этой диагностикой. Те мутации, которые на ура проходят, все-таки в европейской части нашей страны, мы эти мутации не находим. Вот приходит к нам женщина, у ней в роду очень много онкологии, она сама подходит. Но те тесты, те мутации, которые часто для славянской популяции, они у нас или не встречаются, или встречаются очень мало. И большая для нас проблема, потому что мы не могли правильно диагностировать огромный пул пациентов, они у нас просто уходили. То есть в ложно-отрицательные так называемые пробы. Мы даем результат отрицательный, но на самом деле мутация скорее всего есть, она в другом месте гена. И на практике это время от времени приводило к таким драматическим последствиям, что человек заболевал все-таки. Либо человек, самое главное в этих мутациях это выход на здоровых родственников и формирование групп риска. Вот это мы не могли сделать. Мы толпились, стояли на месте. И через какое-то время родилась идея прийти к нашим коллегам в университет, предложить им совместные исследования. Потому что материально-техническая база и профессиональный опыт, конечно, наших коллег из университета, он очень большой. И мы попытались провести исследование, собрать группу пациентов, которые себя в первую очередь идентифицировали с татарками. Мы, к сожалению, не специалисты-этнографы, но хотя бы на нашем с этнографической точки зрения примитивном уровне мы провели анкетирование. И критерий включения был идентификация больной к татаркам и обязательное условие, чтобы дедушки и бабушки со всех сторон были точно татарами. Эти гены на Западе давно изучены и внедрены в клиническую практику с конца 90-х годов. В нашей практике в основном эти гены в клинической практике присутствуют в таких крупных учреждениях, в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург. Они занимаются диагностикой тоже уже давно. Ну, то есть гены присутствуют в организме человека, но их выявляют вот в этих, да, я хотел бы уточнить. Гены все присутствуют, но их мутантное ненормальное состояние, оно очень вариабельно, очень много вариантов, около трех тысяч вариантов. И вот какие-то гены, они характерны для какой-то одной этнической прослойки. Мутации генов характерны, да, сами гены. Да, да, да. Какие-то для другой. Соответственно, наш подход российский, он отставал, мы тут, нужно признать, открыто отстаем в этом плане. И те точки конкретные, которые мы смотрели, они не универсальны, особенно для нашей многонациональной страны. И все, что работает в европейской части, не срабатывает в нашей части. Но мы вообще в Европе тоже, да, но имеется в виду Татарстан, все-таки вот как некая такая особость, да, этническая. По национальным признакам мы не в Европе. А, вот так. Вот так, да. Географически, да, возможно. Хорошо. По этническому нет. Даже вероятно, я бы сказал. И суть в том, что у нас в результате вот этих, как мы уже поняли, более глубоких вещей были проблемы в диагностике. Мы давали отрицательный результат там, где он мог быть положительным. Потому что смотрели не то. Должен быть положительным. Или должен быть положительным, да. Потому что по всем критериям у человека должны быть мутации по-клиническим. Это ранний возраст заболевания, это наличие в семье очень много случаев онкологии. А мы вдаем отрицательный результат. То есть, вот этот наследственный фактор применительно к этим канцерогенам, далее к онкологическим заболеваниям, это очень весомую роль играет, получается? Очень весомую. Но, конечно, основную роль играет внешняя среда, здоровый образ жизни, правильное отношение к своему здоровью. Но генетические факторы намного эти риски. Предрасположенность. Очень сильно увеличивает. И вы в результате пришли в университет к коллегам из Института фундаментальной медицины. И что, вы им принесли какую-то свою базу, пачку тестов и сказали, ребята, мы что-то не можем понять, в чем здесь проблема, как это выглядело? Выглядело примерно так. Мы принесли наши результаты, сказали, что мы исследовали порядка 300 женщин, тех, у которых должна быть мутация. И выявили, до обидного, мало этих мутаций. И, получив все это, Елена Ильясовна, что начали делать вы? Вы же стали как-то корректировать тесты, да, какие-то другие онкомаркеры там внедрять или изобретать, или конструировать. Я не знаю, проясните, пожалуйста, ситуацию. На самом деле все просто. У нас просто есть другие технологии. В университете все-таки было закуплено много новейшего, хорошего оборудования. Мы научились его использовать. Это приятно. Соответственно, у нас есть возможность оценивать не конкретные точки мутации в шести сайтах, например, как это делают онкологи, или скольки. Мы можем оценить весь ген. И в любой точке, если есть мутация, мы это увидим. То есть вот прям так, в каком-то трехмерном... Это совершенно другая технология. Это стоит на порядок дороже. Но это позволяет все-таки избежать ложно-отрицательных результатов. Мы себе это можем позволить, поскольку это в качестве исследования, да, у нас... Ну, хорошо. Вот благодаря таким технологиям, благодаря тому это очень важно, на мой взгляд. Я не случайно сказал, что приятно. Потому что, по-моему, одна из проблем, прикладной, во всяком случае, науки нашей, это то, что оборудование закупается, но зачастую на нем некому работать, не умеют работать. Да, возникает такая проблема. У вас эта проблема решена. Да, прекрасно. Вы рассмотрели этот ген во всей его красоте, во всей его полноте. Обнаружили, да, что действительно мутируют какие-то другие участки гена. Или, может быть, там другие гены в каких-то случаях вообще подвергаются мутациям. И что с этим результатом делать? Что от этого вы онкологам сказали? Вот что теперь? Да, мы передаем эти результаты обратно онкологам, и дальше они уже корректируют лечение. И теперь каждый раз, каждая группа пациентов, онкологи опять принесут к вам, вы опять будете смотреть и будете говорить, там, 5, 7, 10, да, подвержен, 20, 25, сомнительно, остальные чистые. При благоприятном стечении обстоятельств, да, они будут приносить нам... Ну, это какая-то, по-моему, такая немножко технология, да, ручную принес, принес. А нельзя онкологам просто как-то поднатужиться, там, попросить или субликанские, или какой-то федеральный бюджет, и купить сопоставимое по классу оборудование, и все это делать у себя, поставить на поток, если можно так выразить. Знаете, я бы еще чуть назад вернулся и сказал бы о результатах, да? Да. Первый результат, и он самый главный именно для нас, врачей, который показывает, что те подходы, которыми мы работали мы, вот в этой области они абсолютно не подходят. Вот это исследование, оно, по крайней мере, решило вот первую задачу. Нельзя работать теми методами, теми подходами, которыми мы работали раньше, для диагностики наследственных раков молочной железы. Вот это сразу, это все наше исследование, оно на уровне России показало, что ведь такие подходы, они не только в Казани, они зарабатывают, и в любом, в Иркутске, на Кавказе, на Дальнем Востоке, работают точно так же. По крайней мере, наше исследование показало, что все, стоп, ребята, мы не можем, мы не должны. Есть стандарты, дорого-недорого, это уже второй вопрос. Самое главное, нельзя, мы очень много пропускаем. Второй момент, который уже получается, это да, следующий вопрос, который перед нами стоит, как теперь сделать правильно. Оборудование, и самое главное, квалифицированные специалисты, оборудование-то можно купить, можно даже найти средства на реактивный, самое главное, большой дефицит квалифицированных специалистов. Вот их, наверное, не найдешь, и тут нам без коллаборации с университетом просто не обойтись. Просто не обойтись. Невозможно силами даже такого мощного диспансера, как мы, который работает на все по Волжье, по хирургической тактике, терапевтической, невозможно в одиночку это вытянуть. Очень большая и серьезная проблема, на самом деле. То есть проблема номер один, это специалисты, проблема номер два, соответствующее оборудование, и, насколько я понимаю, нужен набор немножко других реактивов, что ли, для того, да? Конечно, я на самом деле вообще не вижу в этом проблемы. Зачем? Оборудование должно работать, если к нам не будут обращаться внешние организации и прочее, зачем оно будет у нас стоять? Мы это купили, пардон, на средства налогоплательщиков, и мы должны это на их благо использовать. Я понимаю, но я так думаю, что у вас достаточно широкая поляна для исследований, вы же не можете ограничиться только вот этим. Вот вам принесли очередные 100 анализов или 100 каких-то проб, вы их проверили, а если их не принесут, вам что, заниматься нечем будет? Конечно, нам есть чем заниматься, но мы не можем сказать, что у нас не останавливается секвенатор. Например, если вы поедете в геномный какой-нибудь центр в Европе или в Америке, там стоит 10 секвенаторов таких, которые постоянно работают и ждут своей очереди. У нас такого нет. Для нас это просто непозволичная роскошь, это слишком дорого. И кадры, и деньги, и на реактивы главное. О реактивах мы поговорим немножко попозже, но вот мы с вами до эфира перемолвились, Елена Ильясовна, и выяснили, что вот вы представляете собой нечистокровную татарку. Вы полукровка, так сказать. В вашем исследовании, результатами которого вы поделились и потом совместные проводили исследования, участвовали вот такого типа женщины, которые рождены от смешанных браков? Нет, в выборке пациентов занимались мы, и мы все-таки до второго поколения, это поколение дедушка и бабушка, старались брать только татар. Только татар. А если сейчас, ну, самый простой, да, наука вообще из любопытства начинается, по большому счету, правда, ведь если не будет любопытства, ничего не будет. А нет желания, намерения или даже какой-то такой научной потребности попробовать провести такое же тестирование вот людей, рожденных в смешанных браках, во-первых. Мужчин, во-вторых, почему мужчин забывают, у них проблем, что ли, нет, может быть, или мужчины татары, на них не распространяется вот эта вот странность, да, генетические такие ниши. Потребность есть, и мы, наверное, будем в дальнейшем работать. С точки зрения смешанных, смешанной популяции, тут все более-менее понятно. Мы теперь ориентируемся, какие мутации характерны, наверное, для татарок. Знаем уже из предыдущих исследований мутации для славянского этноса, это большую работу провели польские исследователи. И таким образом комбинируем, мы это понимаем. Но второй момент, тот подход, который предлагают наши коллеги с КФУ, когда сразу можно ген исследовать моментально, решают все вопросы межэтнические, этнические, смешанные, сразу отметают моментально, потому что мы сразу ген смотрим. И улавливаем практически все мутации, которые характерны для татар, для русских, для чувашей, марийцев, чеченцев, там, различных. Прекрасно. А то, вот, вы же понимаете, некие подтексты в моих вопросах все-таки были, да, то есть мы где-то здесь в очень деликатную область смещаемся, когда затрагиваем вот такие вопросы. Этническая чистота, расовые различия, да, это очень такая скользкая, в общем, тема, и, как принято сейчас говорить, политизированная тема. А мы же не будем ничего политизировать, я надеюсь. Я бы добавил просто, до этого как раз, как ни странно, в дискриминационных условиях были татарки. Мы их пропускали в основном, потому что диагностика была рассчитана на славянский этнос. А тут мы понимаем, что этим методом работать нельзя, нужно выбирать для клинической практики тот метод, который улавливает сразу все мутации. Ну, вот те люди, которые разрабатывали эту диагностику, я почему-то думаю, что они все-таки это не со зла делали. И говорите о том, что дискриминированы были татарки. Они объективно оказались дискриминированы, да. Это не была цель, конечно. Да, просто никто не задумывался и не предполагал, может быть, о том, что вот именно у татарок такие отличия в мутациях генов, которые могут и затруднить диагностирование предрасположенности или уже заболевания раку. Но вы упомянули о поляках. Это очень хороший момент. Не то, что поляки хороший момент, а хороший момент, с моей точки зрения, то, что, оказывается, аналогичные исследования ведутся не только в Казани, не только в стенах федерального университета совместно с энкодиспансером республиканским, но и где-то еще. Но если мы говорим, почему я сейчас затронул эту подтему, если мы говорим, что татарские женщины, вот они все-таки, там есть такие различия, которые затрудняют эту диагностику, то, наверное, следует предположить, да, что существует большая степень вероятности, что такие же различия существуют, скажем, между латинос, да, и какими-то там белыми протестантами, васп, как это называют, да, в штатах, между черными, белыми, между англосаксами, и, опять же, там, и индийцами. Такого рода или подобные, или аналогичные исследования проводятся где-то в других научных центрах за пределами Казани, за пределами России? Конечно, они уже давно проведены. Правда? И что они показывают? Это было огромное, огромное, большое исследование, и европейцы, американцы не ограничивались ста человеками, тысячи людей проводили. Я понимаю, а результаты-то каковы? Следующее, просто дополню, Лену, если в штатах они не заморачивались, извиняюсь за воображение, вот таким они сразу секвенировали то, что вот мы сейчас предлагаем, ну, богатая страна, что сказать, да, вот они сразу, то европейцам было немного проще, там все-таки, в отличие, за исключением одной страны, двух стран, Германии и Франции, вот эти северные, Финляндия, Норвегия, это все-таки они достаточно изолированные группы, они быстро нашли свои уникальные мутации и садаптировали свою диагностическую тактику. В тех странах, которые пережили в 20 веке большие пертуберации, Франция, Германия, там достаточно смешанный этнический компонент, они тоже идут по американскому пути секвенирования всего гена. Тотального. Тотального, да. И, судя по всему, вот опять же наша работа с Леной и с коллегами с КФУ показывает, что вот нам, как многонациональному государству, вот без этого тоже никуда не обойтись, очень большой. Хорошо. Все-таки каким результатом пришли коллеги-то, которые провели эти массированные исследования? Существуют такие различия, да? Конечно, есть эта специфичность. То есть надо почти каждой этнической группе, каждому этносу свою методику исследования подстраивать? Или вот это вот сплошное секвенирование? У них есть все-таки ресурсы, и вот я буквально на прошлой неделе вернулась с Большого конгресса по онкологии, и там было озвучено, что это для них уже стандарт. Они используют полногеномное секвенирование обязательно. В таком контексте, вот результаты вашего исследования, это что, их можно приравнять или назвать научным открытием? Или это рабочее исследование, которое может привести всего лишь к изменению методики тестирования онкобольных? Да, это более прикладное? Я бы сказал так, это серьезное прорывное исследование в масштабах нашей страны. Это тоже немало, потому что никто до этого вот так этнически не доказывал, что у одного конкретного этненса не совпадают мутации. Это первое и второе. Эти исследования, они очень быстро компилируются, внедряются в практику. Не очень быстро. Очень быстро, да. Мы уже сейчас пользуемся этими результатами. Когда вы говорите «мы», вы имеете в виду свой онкодиспансер или масштабы России? Пока онкодиспансер. Онкодиспансер. То есть, если сейчас отсечь КФУ, можно будет сказать, что вы так же будете пользоваться? Или все-таки вы без коллег из КФУ не сможете? Без коллег из КФУ мы не сможем. Результатами вашего исследования заинтересовались некие фармацевтические компании, группы, концерны и так далее. Вы можете подтвердить, опровергнуть или что-то дополнительно об этом сказать? Это тебе вопрос. Да? Вы, по-моему, уклоняетесь от ответственности. Тут два аспекта. Первый аспект применения этих мутаций. У самого больного, который уже заболел, у него может изменена тактика лечения быть. Существуют на сегодня очень эффективные препараты, которые отличаются от стандартных подходов химиотерапии по эффективности. Но они работают только в том случае, если есть вот эти наследственные мутации. Тут несколько фарм-гигантов в общем мировом порядке вывело эти препараты на лекарственные рынки. И они в России тоже появились в этом году. Это первое. И второе прикладное значение – это уже работа по родственникам, которые у этого же больного, которые еще не заболели. И которые имеют эту мутацию. Значит, информация не вполне точна, как я понимаю. То есть все уже есть. И ваши исследования в данном случае для фармацевтов, для фармакологов ничего не добавляют? А без этого бы исследования мы бы не понимали, как диагностировать эту мутацию. А значит, очень многие пациенты не имели бы шанс получить эффективное лечение. Хорошо, я понял эту сторону вопроса. Вы упомянули Анжелину Джоли или Джоли. Неважно. И пока я вот слушал ответ на вопрос по поводу фармкомпании, я подумал, хорошо, какие-то там гиганты, я не знаю, ГЛАКС, ФАЙЗР и так далее, вывелись, создали очень эффективные, как вы говорите, лекарства, которые позволяют не только профилактировать, но и на ранних стадиях перехватывать, да, во всяком случае, рак молочной железы. Если мне память не изменяет, очень высокий уже сейчас коэффициент излечимости. И в то же время существует эффект этой самой Анжелины, которая просто взяла и все вырезала себе, извините меня за грубое выражение, сначала железу удалила, яичники удалила, как раз в силу того, что ее напугала предрасположенность наследственная. Почему она не воспользовалась лекарственными препаратами? А эти лекарственные препараты назначаются только тогда, когда уже поставлен диагноз, она еще была здоровая. Это вот как раз та группа пациентов, которая в группе риска, но которая, говоря условно, пока еще может быть здоровая. То есть она просто решила не дожидаться, пока что-то такое прорежется и, будучи совершенно здоровой, взяла и... Существует две тактики, американская и европейская. Если американцы более радикальные, они предполагают, что нужно просто удалить, чем дожидаться, и эта тактика имеет право на жизнь. Вот у них и в политике такой подход. Радикальный, я бы сказал. Вы знаете, по эффективности очень хорошие результаты. Ну, наверное. Вот, в любом случае. Хорошо, хорошо. И второй подход... Вот ваших мыслей мне нравится. И второй подход, это европейский, они предполагают все-таки наблюдать. То есть чаще, чем обычные люди, ходить к онкологу, чаще сдавать анализы, чаще проходить МРТ, маммографию и так далее. То есть вот эти два подхода, Энджелина Джоли, так как она все-таки американка, она пошла по американскому пути. И, в общем, давайте будем подводить, наверное, итоги. Спасибо вам огромное за то, что вы прояснили ситуацию. Буквально два таких, можно сказать, вспомогательных уже вопроса. Ваши исследования, они завершены, да, они каким-то образом ее оформлены будут в качестве статьи, или там серии статьи, или монографии, в каком-то, возможно, авторитетном научном издании, да, которое там в первый кварцель там входит, да, в топовом. Как это видится вообще? Я сначала на очную вот сторону хочу прояснить. Во-первых, еще не завершены. Мы, конечно, планируем сделать еще. Это же был пилотный. Если бы мы у ста человек не увидели ничего, нет смысла продолжать. Сейчас мы видим, что есть смысл продолжать. А, кстати, 100 человек, вы считаете, это такая репрезентативная выборка? Да это насколько у нас реактива хватило, все просто. Но если бы мы у ста человека обнаружили славянские мутации, тогда бы все понятно стало. А мы обнаружили совершенно другие. Поэтому стал это уже показать лично для нас, в каком направлении идти к диагностике. Ну да, да. Я имею в виду в данном случае немножко другое. Будет ли научным сообществом принято это за репрезентативность, вот когда охват составляет всего 100 единиц? Вот мы бы хотели сделать выборку побольше, конечно. Больше, да. То есть в этом смысле как раз вы хотите продолжить исследование. Обязательно. И мы проведем ряд дополнительных анализов. И, конечно, публикуем статью. У нас будут аспиранцы защищаться на эту тему. Несомненно. То есть это не пойдет в Нейче, но в специализированный, узкоспециализированный журнал по раку молочной железы. Почему нет? Понятно. И второй и последний вспомогательный вопрос. На сегодня мне очень жаль, но я прихожу к выводу по итогам нашей беседы, что ни онкодиспансеру, ни КФУ, ни вашей лаборатории экстремальной биологии не светит монетизация ваших исследований. То есть монетизировать это не удастся. Вот чистая наука. Прикладная, фундаментальная. Но я-то думал, что если есть интерес фармкомпании, может быть что-то по поводу производства каких-то реактивов новых или модифицированных лекарственных средств, и вы могли бы, ваша группа могли бы в этом поучаствовать? К сожалению, нет. Но я вот, во-первых, дополню первый вопрос и частично на второй отвечу. Есть огромное желание работать дальше с коллегами из КФУ по поводу других генов, которые ответственны за наследственность. По поводу наследственного колоректального рака, по наследственному раку простаты. Это тоже достаточно большая проблема, которая с прикладной точки зрения не изучена. Абсолютно, с фундаментальной, по крайней мере, в нашей стране. И вполне возможно, через какое-то время мы будем уже интересны. Пока, к сожалению, невозможно. Если сравнивать с западными какими-то научными вещами, мы пытаемся хотя бы их догнать до каких-то основных моментов. Сделать хотя бы так, как по стандартам это все делается. Говорить о интересе фармкомпании к нашим разработкам пока рано, потому что мы достаточно серьезно отстаем. В научном плане. Понятно. Что насчет интереса Минздрава, республиканского и российского? Казалось бы, у них тоже должен был бы точно быть проявлен интерес. Во-первых, если я правильно понимаю, все-таки корректируется методика обследования, которая за собой тянет необходимость в пополнении реактивов, необходимость оснащения. Ведь мы же не замыкаемся, только Казань. Речь идет о том, что во всей России. И этнические различия и на Дальнем Востоке хватает татар, и на западных границах России, да где угодно. Вторая по численности национальность в стране. Минздрав каким-то образом осведомлен о ваших исследованиях? И может быть какая-то существует реакция? Минздрав о наших исследованиях осведомлен. И более того, мы очень надеемся, что мы сможем хотя бы на территориальном нашем уровне, в Республике Татарстан, сделать в стандарт, это ввести ОМС. Работа в этом плане идет. То есть вы хотите включить это в ОМС? Да. О, это было бы здорово, конечно. Потому что это очень серьезно поможет именно для корректировки тактики и профилактики. Нет идеи сформулировать соответствующее предложение для федерального Минздрава? Пока мы об этом не думали. Мне кажется, может быть я заблуждаюсь, может быть я донкиходствую, но мне кажется, уж на уровне России, на уровне федерального министерства должны бы этим заинтересоваться, надо. Давайте попробуем инициировать это. Давайте. Я готов подключиться со своей стороны. Если нужно, сделать какой-нибудь ролик или что-нибудь написать, почему нет. Спасибо вам огромное за беседу. Я думаю, что не только я, но и наши зрители узнали много интересного и полезного, в том числе насчет пользы периодических и своевременных обращений, обследований, насчет нюансов, которые касаются, я так подозреваю, не только татарских женщин, но и татарских мужчин. Я напомню только, что у нас в студии сегодня была Елена Ильясовна Шагимарданова, старший научный сотрудник Open Lab экстремальной биологии Казанского федерального университета и заведующий молекулярно-технической лабораторией Республиканского диспансера Марат Гордеевич Гордеев. Спасибо еще раз за то, что пришли. Это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова